Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Старичок. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, приглашайте друзей, родственников, знакомых, всегда всем здесь рады. Сегодня мы посмотрим на игрушку Soul Axiom Arributed. Игра-головоломка. Разработчики нам предлагают погрузиться в атмосферный фантастический мир и распутать тайны цифрового небытия. Это открыть мрачную правду об Элизии, загадочном кибернетическом мире, где воспоминания и сны хранятся, обрабатываются и повторно используются. Чтобы узнать правду, нам предстоит пришествовать по завораживающим неоновым пейзажам Элизии, разгадывать головоломки и собирать разнообразные сведения на огромных локациях, которых тоже огромное множество, а точнее 40 штук. Будем исследовать каждый метр, каждый сантиметр, каждый миллиметр древних заброшенных руин, изучать различные здания, пробираться сквозь джунгли в поисках подсказок и останков внешнего мира. У нас будут невероятные способности, мы можем манипулировать временем, предметами, влиять на саму материю окружающего мира. Ну и естественно будем все время разгадывать различные хитроумные загадки. И исследовать, искать и в конце концов должны будем пролить свет на подозрительную деятельность тех, кто создал эту самую Элизию. Говорят, нас ждет напряженная интригующая история. Давайте смотреть так лето. Ну вот я смотрю на эти, наверное, руки нашего героя. И говорю сразу, игра с такой графикой, игре с такой графикой не место в 2020 году. Ну давайте смотреть дальше, может быть она возьмет нас за душу не графикой, а сюжетом. Но если не будет и сюжета, сразу эту игру в топку. То ли воспоминания мы видим, то ли сны, то ли еще что-то. Ну в общем, куда-то мы падаем и что-то мы видим. Ну и в конце концов, мы куда-то упали. Ну что-то визуально мне совершенно вообще не нравится то, что я вижу у себя на экране монитора. Такое прям, можно сказать, говнецо. Туда можно идти. Давайте по кораблю побегаем сначала здесь, наверху, посмотрим, что есть интересного. А потом... Ой, бегать можем, кстати. И ноги у нас есть. И двигаются, когда мы ходим наши ступни ног. А все, мы никуда сходить не можем. Только вниз в эту дверь. 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 Только вниз в эту дверцу. Прыгать мы немного можем. Но как-то странно мы прыгаем. Что-то странное творится, происходит. Странное, непонятное и не очень красивое. Да. Буду каждый раз говорить, что не очень красиво, потому что так и есть. Это что за механизм у нас в трюме корабля? Непонятное, что там. Ну да. Удерживайте, чтобы показать текущим исположение цели. Ну давайте, а вот там цель, да, у нас. Удержали тап. Нам показали, что нам, вернее, куда нам нужно идти. Ну и естественно паркура нет. Откуда он возьмется? А хотя бы приседать мы умеем. Немножко подпрыгиваем и приседаем. Ходим и бегаем. И нам нужно вот сюда. К этим разноцветным, непонятным назначениям электричества, проводящим прибором каким-то. Не знаю, как назвать их правильно. Да, неправильно, как вообще их назвать. Вот наш герой немножко долбанутый. И его долбануло током, в конце концов. И после того, как наш герой долбануло током, что-то заработало, что-то запустилось. И вверху появился какой-то экран непонятного, опять же, назначения. Пока вообще непонятно. Что мы, зачем мы и где мы. Из предыстории, которую я поведал вам до начала игры. Немного понятно, что мы, где мы и зачем мы. Ну а так я с трудом представляю, если бы ни я вам не рассказал, ни сам бы не узнал. С трудом, очень с огромным трудом. Ну я, да вообще не могу представить, зачем я и где. Вот, так что, какой-то неоновый парус у нас появился. Вот это неоновые огни, но это а-ля игр девяностых. Тебе не уйти. Когда именно так представляли цифровой мир. Что это такое? Ой, еле летит. Вернее, я хотел сказать, не летит. Что это такое? Впереди и тут же прилетела какая-то здоровая, крылатая, наверное, все-таки женщина. Что-то сперло из нашего корабля. И мы опять начали куда-то падать. Очнулись мы. Где-то. Опять непонятно, где мы очнулись. Это по ходу обломки нашего корабля. Голос говорит, я могу вам понять. Вернее, я помогу вам понять. Ну, хорошо бы было, если бы нам помогли понять. Хотя бы что-нибудь. Ну, и все, да. Больше о графике говорить не будем в конце. При подведении итога скажем еще раз, что она ужасна. Просто ужасна. Нам туда. Опять же, удержал таб и нам показали, куда идти. Все пусто в этом мире. Мы одинокий путник. Все и вся здесь вымерло. Нам нужно вот к тому игровому автомату, который внутри этого страшно обветшалого помещения. Предлагают взаимодействовать. И мы взаимодействуем. Вот как бьем кулаком. Кто-то где-то в горе. У нас опять глюки. Капитана со штурвалом за барной стойкой. А почему метка осталась? А, все, исчезла метка, да? Куда нам теперь идти? Почему не появилась? А, вот появилась. Вот, к барной. Они погубят вас. Кто они? Кого нас? Или такой вежливый голос называет нашего персонажа на вы? Обращается к нашему персонажу на вы. Наружу, что ли? Выходить. Наверное, да. Взяли мы какой-то кубик непонятного, опять же, значения. Лесенка на второй... Ну, не на второй этаж. Непонятно куда, непонятно зачем. Давайте сходим. Может быть там непонятно, что мы найдем. Ну, нет, непонятно, что мы не нашли. Опять-то режущая глаз и яркая неновая вывеска. Я уже только за этот яркий ненавижу игру данную. Куда нам? А, вот сюда нам. И что нам здесь что-то сделать? Кубик поставить, который мы нашли. И дальше. Ой, что-то там. Опять же, что-то непонятное, непонятного назначения появилось. Ну, нам надо в эту непонятную полупрозрачную коробочку. А, телепорт. Полетели. Прибыли. Здесь у нас... Идите ко мне. Здесь у нас очень какие-то длинные и частые экранозагрузки. Потом при монтаже ролика я вырежу их. Все вырежу, чтобы каждый раз не пялиться. Каждые 5-7 минут на эту непонятную и не совсем, наверное, непонятное и не совсем приятное меню отображения. В общем, вот это окно загрузки. Вот это вы его не видите, я его вырежу. Опять же, непонятно, где мы, зачем мы здесь. Ой, что-то меня смущают эти стены. Такое ощущение, что мы сейчас войдем, и они начнут сжиматься, сужаться, и нас раздавят здесь. Ой, Кацена. Что-то... Ой, нет, не раздавил нас. Видишь, зачем это что-то покатилось, и почему мы сквозь это что-то можем просто пробежать. Оно упало. Нет, мы выжили. Спрыгнув с немаленькой высоты, мы выжили. Рука. Ну, не совсем рука. И теперь это не совсем рука стала нашей рукой, получается. Сила вернет вас ко мне. Да кто со мной разговаривает? Что у меня за шепот в голове? И что теперь мы можем с помощью этой нашей новой конечности делать? Вытащить предмет. Правая кнопка мыши. Какой предмет вытащить? О! Все равно я ничего не понимаю, что я делаю, как я это что-то делаю, и зачем я это что-то делаю. Ну, пойдемте вперед. Это что за глаз действия? Он дал тебе две руки. Одну, чтобы давать, а другой получать. Какое-то нелогичное высказывание, какая-то нелогичная цитата, непонятная. Можно было и одной рукой так же давать, и одной так же рукой давать. Вот обычно мне нравятся игры подобного жанра, игры-головоломки, но... Вот именно данная игра, это исключение из правил, вообще, совсем, совершенно она мне не нравится. Мы сделали себе мостик, вернее, мостик-проход. Только зачем и куда? Хотел попробовать упасть, спрыгнуть, но, наверное, не буду этого делать. Потому что даже не хочу проверять, умрет наш персонаж или не умрет, или что с ним еще случится, если мы сойдем вниз. Все-таки, я думаю, нам не стоит сходить вниз, потому что... Неизвестно, что случится, и если мы умрем или не сможем обратно влезть. Непонятно, когда было сохранение, и было ли оно вообще, и откуда мы начнем играть, если все-таки погибнем. Так что проверять я даже не хочу и пытаться. Верь, не хочу и даже не буду пытаться. Ой, там что-то можно... Делать. И зачем мы что-то сделали? Что-то лучше. Теперь нам нужно, наверное, сделать прозрачными вот эти вот, я не знаю, шестигранники. Вернее, не шестигранники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семигранники. Чтобы лучше насквозь прошел. О, удерживайте для просмотра. Опустилось то непонятно что, что мы увидели, нажав, зажав F для просмотра. Ну и теперь, по ходу дела, этот луч нужно направить в противоположную сторону, чтобы... Опять произошло что-то непонятно что. И непонятно зачем. Как повернуть этот луч? Вот, повернулся. Но нам нужно повернуть его не сюда. Нам нужно его повернуть еще дальше. А по какому принципу работают эти повороты, я тоже не знаю. Ну давайте будем методом тыка. Пробовать потыкать. Что из этого выйдет, что из этого получится. И получится ли вообще что-то. Пока ничего, не поворачивается. Но все-таки я думаю, что нам нужно повернуть его. Да, меня терзают именно такие смутные подозрения, что его повернуть нужно. Только как? Здесь мы можем делать прозрачные электронные вот эти четыре пластины. Только почему-то толку от этого никакого. Как повернуть игра? Вот сюда нам нужно повернуть. Давайте сразу сделаем прозрачными эти семиугольники опять же. Семигранники. В общем, москитную сетку сделаем из них. И потом пойдем снова пытаться вертеть и направлять луч сюда. Интересно, это уже сюжет игры или это предисловие? Потому что нам, вернее я, и вам, и мне. В общем, я перед игрой рассказывал, и там было упоминание о каком-то городе Элизии, в котором мы должны что-то искать, исследовать каждый метр, сантиметр и миллиметр. Вот, получилось повернуть, но опять не в ту сторону. В эту сторону мы уже поворачивали, нам нужно в противоположную. Так вот, мы уже находимся в этой Элизии. Если да, то какой-то очень странный этот город. А если нет, то, скорее всего, мы каким-то образом должны будем попасть туда. И это пока еще получается предисловие к основному сюжету игры. Не знаю, это всего лишь мои догадки, что будет, может вообще ничего не будет. Но пока, говорю, игра мне ни капельки не нравится. Ничто в этой игре не привлекает так, чтобы я поиграл в нее, допустим, хотя бы еще раз. Да прямо уже и сейчас хочется выключить и подвести итоги, но я все-таки хочу... Ну, давайте полчасика поиграем, может быть, немножечко поменьше, побольше. Посмотрим, что изменится за это время в геймплее и будут ли какие-нибудь интересные загадки, а не вот такие, как сейчас, потому что я не понимаю, каким способом, вернее, на какие пластины нажать, сделать прозрачными или непрозрачными, чтобы луч повернулся в ту сторону, в которую нам нужно. Ах, не туда. Ну, не туда же. Опять он повернулся в ту же сторону, в третий раз уже. Если в ближайшие пять минут мне ничего не получится, я буду психовать и выключу совсем эту игру. Так что, игра, поддайся мне, пожалуйста, повернись в противоположную сторону вот эту вот гадость с лучом. Пожалуйста. Я тебя очень, игра, прошу об этом. И музыка-то-то задолбала уже однообразная на мозги капать. И так не получается ничего. Она еще, блин... Ладно. Сделаю звук потише. Вот-вот-вот-вот-вот. И еще разочек мне нужно повернуться. Вернее, повернуть ее. Ну, сейчас уже... О! Спасибо, игра! Спасибо, ты меня услышала. Вот, держивайте F. Дальше смотрим, что будет. Еще опускается эта штука. А теперь, скорее всего, нам нужно луч направить... Вот сюда именно, да? А как это сделать? Вот так это сделать. Прям замечательно. Я не знаю, как я это делаю, но... Оно само повернулось туда, куда надо. Спасибо большое, игра, что не заставила меня здесь... Сидеть огромное количество времени и ломать свой мозг. Как-то сделать все у нас получилось при помощи метода пика. Ой, что-то тут... Ай, что это мы нашли? Это опять телепорт у нас. Ну, и сейчас опять будет длинный экран загрузки, который я... Удачно вырезал. И мы опять попали в непонятную локацию. С противным неоновым свечением. Фу, какая гадость. Ваше неоновое свечение. Снова мы куда-то бежим, направляемся. При помощи нашей руки. Наших рук. Хотел сказать, что что-то делаем, но пока ничего не видно, что мы что-то бы сделали. Ой, вот оно. Что-то сделали. Теперь нужно подняться по этому чему-то наверх. Скорее всего. Не зря же оно появилось. Какие же звуки противные. Вот правда противные. Я не знаю, почему я уже говорил в начале игры. Вы не одни. Я не это говорил. Да, сейчас игра сказала. Я уже говорил в начале игры, что... Графическое, визуальное оформление мне напоминает фильм «Газонокосейщик». Старый фильм, я не помню какого года, но там была подобная, ужасная, некрасивая... Тогда это было красиво, бесподобно. Но сейчас это смотрится просто ужасно, некрасиво, безвкусно. Глаза, окна, души. Души. Эти глаза и появятся окна. Нет, нам явно не туда. Нам явно куда-то... А вот появилась здесь у нас, да? Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Нет, не разбились. Мы... Мы даже не поранились. И по всей вероятности в этой игре, наверное... Хотел сказать, умереть нельзя, но я думаю, может быть, можно, конечно, упав куда-то... За текстуры, например. Если игра это позволит нам. Ну, а так, ни шкалы здоровья у нас, ни шкалы... Ну, какая, шкалы вносливости, или шкалы, не знаю, зачем здесь нужна. Ну, в принципе, мы-то бегаем. Могли бы и сделать шкалу вносливости. Могли бы сделать и шкалу здоровья, чтобы мы ранились. Но это была бы уже игра другого жанра. А здесь мы просто идём. Какой-то хренью страдаем. Непонятно зачем. И куда-то мы, в конце концов, должны прийти. Спасение впереди. Какие-то лучи там, какие-то красные, нёновые лампы дневного освещения, которые стоят в вертикальном положении. И возле ламп кристаллы. Опять же, непонятно для каких целей. Ну, давайте попытаемся разобраться, для чего они нам нужны. Ничего пока не происходит. А вот на тот кристалл у нас падает луч света какой-то. Или что-то похожее на молнии длительного действия. Нет, ничего не получилось. Вернее, кристалл мы превратили... Скажем, в натуральный, а не в прозрачный. И свет прекратился. Красный. Свечение красное прекратилось сюда идти. Этот луч, эти непонятные электрические лучи. А если мы... Не знаю, что есть ли мы. Ну, давайте что-нибудь попробуем. Вот, получилось. Лучше прошел к следующему кристаллу. И... И что? Ну, раз он прошел к следующему кристаллу, значит, так надо. Наверное. Нужно, может быть, через все кристаллы пропустить лучше. Зачем? Ага. Луч оттуда. А вот до того, до красного нужно пропустить, да? Скорее всего. По всему кругу. И чтобы луч дошел до красного. Здесь нам нужно... Сделать прозрачным. Вот это сделать непрозрачным, чтобы красный... Ой. А, все уже? Уже? Нет, не все. Или все? Нет, не все. Нет. Честно, я не знаю, что нужно и как. Нужно что-то сделать, чтобы пройти дальше. Чтобы решить эту головоломку. О! Мостик появился. Честно, опять получилось само собой. Не верьте лжепророку. Какой-то лжепророк. Но опять говорю, у меня получилось само собой наобум. Наобум. В общем, я нажал и все сработало. Слава праведникам, которые идут по пути, изгоняя несправедливых, недостойных. Она болезнь, которую невозможно вылечить, и яд в твоей душе. Она обещает им свободу, но они сами являются рабами скверны. Мы должны объединиться и уничтожить ее, прежде чем она уничтожит нас. Поверьте в меня, тогда вы сможете жить своей мечтой. В вашей душе нет места, нет уголка вашего характера, где меня нет. Невежество – это проклятие человечества. Знание – это крыло, с помощью которого мы летим на небеса. Только я могу заглянуть в чью-то душу. Все? А мы можем интерактировать, взаимодействовать с этим непонятным пучком свет. Ой, опять эта женщина на крыло прилетела. Ой-ой-ой, какая она здоровая. И что она делает? Она что-то с лжепророком сделала, да? Наверное. Ой, все исчезли. И ничего не осталось. Аметка стоит здесь. Нет, лжепророк. Ой, какой он некрасивый и какая-то фиолетовая непонятная кровь, наверное, вокруг него, да? И что мы с ним должны сделать? Как будто его за руку кто-то вверх потянул. Нам туда, да? Да. Мы же туда повернулись. Вернее, игра нас туда повернула, значит, скорее всего, тут... Ну, да, метка там и стоит как раз. Что-то там двигается. Опять же, непонятно, что там двигается. Непонятно, зачем там что-то это двигается. Ну, пойдемте сюда. Да, что это такое. Это у нас... Типа лодочки. Перемещать нас будем, да, сейчас? Куда-нибудь. Да, поплыли. А эти нам нужно сделать активными, да? Да. Чтобы проехать, да, проплыть. Переместиться дальше. Что ему застряли? Почему? А нет, едем. Едем дальше. Вот опять непонятная полузагадка, полуголоволомка с этой лодочкой. Могли бы просто сделать лесенку, чтобы мы забрались и какие-нибудь поинтереснее загадочки, а не вот это вот. Странное, непонятное назначение перемещения. Вообще, странное, непонятное назначение игра. Мы сели в поезд. Наверное, в вагон какой-то. А нет, я думал, мы после загрузки уже прибудем куда-нибудь. А загрузка прошла, и мы едем в поезде. Это ж кто такая за некрасиво нарисованная женщина? Добро пожаловать в Элисию. К этому времени вы уже сделали свои первые шаги к бессмертию. Загружая свою душу в новейший современный поставщик душ, вы присоединяетесь ко мне и тысячам других людей на огромном сервере, где воспоминания и мечты становятся реальностью. Я не знаю о вас, но есть некоторые воспоминания, которые я бы предпочла забыть, и сотни, которыми я буду дорожить вечно. Система синхронизации души Элизии позволяет выбирать воспоминания, которыми вы хотите наслаждаться вечно. Вы можете переживать свои драгоценные моменты снова и снова, и ваши близкие могут вернуться к ним после вашей смерти. Здесь, в Элисии, смерть не имеет власти. Вы можете свободно исследовать свои воспоминания, без ощущений болезни, боли или любых других ограничений своего тела. Монорейль скоро прибудет на вашу станцию души. Пожалуйста, смотрите под ноги, выходя из поезда, и направляйтесь к ближайшей калибровочной установке синхронизации души. Элисия Тогда, и сейчас, и навсегда. Ну что же, у нас опять прошла загрузка, еще длиннее, чем до этого была, и я немножко посидел в тишине, и теперь мы приехали на станцию нашей души, или как там было сказано, ну куда-то сюда. Ой, там что-то лежит, это нужно будет подобрать, наверное. Откроется эта же дверь, которая и была открыта, когда мы садились в этот вагон монорельса. Нет, отблизи двери. Забираем этот. Не забираем, не можем и взять. Так что, на какой-то корабль здесь был телепорт, но мы не можем его пока использовать. Ну, совсем неинтересно в одиночестве бегать здесь. Ну, хоть бы населили, не знаю, эту элизию душами, чтобы были все здесь. Ну, не все, чтобы хотя бы... Нет, чтобы здесь было людно, вот так вот. Я понимаю, что это наши личные воспоминания, здесь никого быть... Не воспоминания, наша личная память, и здесь никого быть не может. Ну, могли бы как-нибудь немного по-другому продумать. Это консоль синхронизации души, где лисия свяжется с вашей учетной записью пользователя и откалибрует ваши загруженные воспоминания. Пожалуйста, поместите руки в кольца ниже. Попробуйте теперь. Прямо как прозвучал, как приказ. Уточка. Непонятно, что. Мишка. Обезьяна. В шляпе. Материализовалось. Взять. Давайте возьмем... А почему взять, а мы... Ладно, давайте почитаем. Объект, созданный модулем калибровки синхронизации души, является вашим личным объектом сообщения. Вкратце, лосс. Этот объект был создан из ваших воспоминаний только для вас. Ваш лосс позволяет вам получить сообщение из внешнего мира. Получать сообщение из внешнего мира. Почему нажать было взять, а мы при нажатии не взяли, а открыло меню... А, мы взяли его, да? Остался просто такой неоновый от объекта, неоновая тень, можно сказать, неоновый контур. Пойдемте смотреть, что здесь еще есть неинтересного. Потому что все, что мы до этого момента видели, все было неинтересно. Давайте, наверное, я немножко побегаю и в это же время буду завершать обзорчик, потому что больше полчаса играем и, честно говоря, как я только сказал, ничего интересного я не увидел. Ничего мой глаз и мой слух... Мой глаз и мое ухо, или мое зрение и мой слух здесь не порадовало. Еще какая-то обезьянка лежит. Ой, опять читать. Я не хочу читать, честно говоря. Если вам интересно, поставьте на паузу и прочитать. Я честно... Не нравится мне эта игра. Читать я не хочу. Не хочу вникать ни в какие моменты, ни в какие подробности данного творения. Шедевра в кавычках. Просто будем завершать. Итак, по порядку скажу и то, что я уже говорил, и то, что я не говорил, и то, что на душе творится после взаимодействия с этой... Ну, пусть будет игрой. Не буду некрасиво говорить просто с игрой. Ну что же. Графика. Да, это не графика уровня 2020 года. Если так задумано, то вы просто этой задумкой убили. И так наглух убитую игру. Во-вторых, музыкальное оформление. Да, оно есть, но оно навязчивое. И местами такое навязчивое, что аж противное. В-третьих, вот этот вот яркий неновый свет свечения вокруг. Прям безумно сильно режет глаз и не хочется играть. Вот три основных момента. Ну и в-четвертых, вернее, это должно было быть во-первых. Я за эти полчаса игры не увидел никакого сюжета. Да, предысторию я рассказал, мы все услышали. Ну, даже зная эту предысторию, я не понимаю, что мы в этой игре делаем и зачем мы здесь находимся. Так что, друзья мои, никому не советую, никому не рекомендую. Не играйте в эту игру, которая называется Soul Axiom Arributed. А с вами был Старичок. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, приглашайте друзей, родственников, знакомых. Всегда всем здесь рады. Всем, друзья мои, до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока-пока.